На завтрак у сурков Ева и Ивана фрукты, овощи и орехи. Они проснулись полторы недели назад. Встречают их дети, представители СМИ и сотрудники зоопарка. Думаю, как и все после долгого сна. Потягивались, смотрели, озирались по сторонам. Ну а потом, когда увидели, что им положили покушать, подошли, поели, ну и тут все. За день-два вернулась в свой обычный ход жизни. В Самарском зоопарке день сурка давно стал традицией. Считается, что если в начале февраля грызун пробуждается и не убегает обратно в норку, весна наступит совсем скоро, в конце марта, в начале апреля. В эту примету верят и посетители. И сурок, вроде бы, как говорит, что будет, ну по нему погоду определяют. А так как я дачник, думаю, пойду-ка я посмотрю, что нам сурок скажет. Когда что сажать. Ну, конечно, верим. Столько уже морозных дней, хочется уже, чтобы наконец-то пришла весна. Во время спячки пушистые предсказатели погоды дышат всего лишь раз в минуту. Степные сурки или байбаки засыпают упитанными 5-6 килограммов. Когда проснутся, могут потерять половину массы. На Еве и Ване это не сказалось. За прогноз полагается награда. Орешки – одно из любимых блюд сурков. Ева, Иван, смотрите, чтобы весна наступила ровно через два месяца, не позже. Теперь осталось проверить, насколько эти мохнатые метеорологи окажутся правы. Данил Лучко, Дмитрий Мешканцов. События. Данил Лучко, Дмитрий Мешканцов.